А если вернуться к этой истории с Белгородом, кстати, официальная версия Российской Федерации – это причастность российского ФБО. Туда даже якобы отправился Шойгу, Пути, естественно, туда не поедет. Он обычно вообще куда-то залегает на дно, и по состоянию сейчас реакции нет никакой, только пропагандисты меняют свои версии ежеминутно. То есть вот то, как он залегает на дно, о чем это говорит у вас? Ну, во-первых, понимаете, акценты ведь неправильно расставляются. Ну, хорошо нанесен удар по Белгороду, допустим, это украинская сторона. Но ведь одновременно, ровно в тот же день, собственно, наносятся удары по Хайкову. А мы обсуждаем Белгород. А почему мы обсуждаем Белгород, а не Хайков? И в этом и есть тактика. Понимаете, в этом и есть тактика. Вот обстрелы Хайкова вот из этого самого Белгорода и плюс с воздуха, причем с воздуха даже, по-моему, не заходя на воздушное пространство Украины, как раз начались после теракта в Крокус-Сити-Холле. И никакой, естественно, связи между этими событиями вроде бы не было. Кроме того, что абсолютно все журналисты обсуждали теракт в Крокус-Сити-Холле. В то время, как это были дни, когда начались очень серьезные обстрелы Харькова. И в этом, наверное, виноваты, собственно, журналисты в том числе. Потому что акценты расставляются не очень правильно. Ну, как мне кажется. В общем-то, удары по Белгороду – это естественная и законная, и обоснованная вещь во время войны, которую начала Российская Федерация. И, как говорится, чем больше будет этих ударов, тем лучше. Опять же, поймите, мне неправильно. Я не утверждаю, что нужно Белгород оставить в покое. Там нужно разрушить абсолютно все, что можно разрушить, что представляет собой военные цели. Естественно, когда идет война, гибнут не только военные, гибнут мирные граждане. Но это должно быть проблемой Путина. А проблемой Путина это, как мы видим, не является. Потому что в общем-то ему на своих граждан, как мы знаем, прибавить. Ему абсолютно все равно, сколько людей гибнет в этой войне. И, кстати говоря, российская сторона не особо торопится выдавать нам статистику этих потерь. А эти потери, ну, как все считают, достаточно серьезные. Но Путина они не волнуют, потому что он смотрит на советскую историю, видит, как Сталин во Второй мировой войне потерял то ли 20 миллионов, то ли 30 миллионов. Их никто до конца даже не знает точно, да. И ничего, он все равно самый популярный политик в Советском Союзе. И даже в постсоветской России, да, оказался самым популярным политиком. Поэтому Путин все это знает. И, ну, он, конечно, послал Шойгу для того, чтобы там, не знаю, галочку какую-нибудь поставить. И опять же, чтобы журналисты обсуждали, что вот Шойгу поехал в Белгород разбираться. А что там разбираться? Не нужно Харьков обстреливать, никто не будет трогать Белгород. Не нужно с Украиной выливать, никто не будет убивать российских солдат. Но мы все время сосредотачиваемся все равно как бы на вот каких-то таких историях. Да, в России, ну, немножечко забывая, что третий год идет война. Что это не специальная военная операция, а война. И нужно перестать удивляться, что в Белгороде время от времени гибнут жители. А как они могут не гибнуть, если из Белгорода выпустятся удары по Харькову, например? Которые на секундочку второй город в Украине после Киев. КОНЕЦ